Музыка Всем привет! Захотелось мне сделать пельмени Но пельмени я сделаю косичкой Кому интересно, можете посмотреть Как буду готовить Фарш готовлю обычно, как на пельмени Взяла килограмм мяса Мясо любое Чеснока, 3 зубка Сушёный базилик Немного замороженного укропа Вообще начинку можно готовить любую На ваше усмотрение Не нужно придерживаться Определённых каких-то правил Что захотите, то и добавляйте Одна луковица вот такого размера Всё это пропущу через блендер Добавляю в фарш Всё, что измельчила Чёрный перец По вкусу Перемешиваю Если что-то нужно, можно добавить ещё Если у меня фарш останется Я специально много сделала В принципе, можно взять полкилограмма мяса Я просто делаю котлеты или ещё что-то Да, делаю много Мясной фарш можно просто обжарить Лук Тоже будет вкусно Покажу, как делаю тесто Чтобы сразу всё в одном видео Одно яйцо Чайную ложечку соли Яйцо с солью взбиваю Мука 400 граммов уже просеяла Добавляю яйцо сюда Одну столовую ложку подсолнечного масла Перемешать И один стакан кипятка Ну, стакан у меня 200 грамм Видите, пар идёт Кипятила чайник, где-то минуту у меня постоял Чайник отключенный Сразу вливаю кипяток Ничего не заварится, ничего не свернётся нормально И замешиваю быстро ложкой Пока горячий Потом перехожу на вымешивание руками Всё, муки не добавляю Когда начинаете замешивать Вот так, вам покажется, что Многовато муки Суховатое тесто Ничего не многовато, нормально Я больше уже тоже не добавляю муки Просто хорошо вымешиваю До однородности Тесто получается тёпленькое Всю муку вот так вот собираю В тесто, в комочек А потом уже на столе вымешиваю Видите, ничего не сворачивается Я всё делаю сразу, чтобы вы видели Вот так Созму дощечку Хорошо вымешиваю, чтобы было однородное Видите, такой комочек получается В общем, замешиваю Дальше Минут 5 Вот так вот повымешивать Тесто, посмотрите, какое однородное стало Оно слегка тёплое Такое очень хорошее Обязательно помещаю мешочек минут на 20 Оно лежит, отдыхает на столе Из этого теста я делаю и манты И пельмени, и вареники И даже на чебуреке тоже отлично Если вам маловато Вот в таком развере Ну, сделайте двойную дозировку Помощник тут идёт на окно Давай, давай, проходите Проходи Так, тесто полежало Уже вынуло из мешочек Смотрите, какое оно однородное Теперь часть отрежу Смотрите, какое тесто Вообще суперское получается Так, из этой части раскатаю большую лепёшку Если нужно Немножко присыпаем, чтобы хорошо раскатывалось И катаем Так, лепёшку раскатала Ну, знаете, не так, чтобы слишком тонко Чтобы она не разваривалась, когда варить Я её переверну Видите Ну, толщина не знаю какая Но не рвётся Нормальное тесто Мукой вот эту часть уже верхнюю не присыпаю Теперь кругляшки вырезаю Вот эта вот у меня чашечка Где-то 10 сантиметров в диаметре Вырезаем кругляшки Вот такие В общем, пока я набила руку Чтобы слепить такие красивые косички У меня уже всё тесто ушло Осталось 3 штучки Я решила разделять на колбаски И катаю, как на пельмени для ручной лепки Раскатываю Мне так удобнее и быстрее Вот посмотрите, сколько я налепила Но они у меня, конечно, немножко не такие Красивые косички получаются Но не получилось у меня с первого раза Надо всё-таки руку набивать, чтобы быстро делать В общем, раскатываю вот из этого теста шарики Чуть больше, чем на пельмени По размеру Тесто очень хорошо раскатывается, удобно Либо лепёшкой, либо так, как будете делать Даже мукой, в принципе, сильно не присыпаю Потому что оно хорошо катается Ну, если нужно, чуть-чуть Но чтобы тесто было Не слишком такое с мукой Хорошо слеплялось потом Берём Сюда тоже много не нужно Потому что может вылезти Ну, так, средний Теперь И то может не получиться, конечно Немножко краешек вот сюда раз Залепляем Здесь такой кругленький конец будет И косичку заплетаем Может кто-то и умеет В общем, вот так вот с двух сторон И загребаем это тесто И тут кончик прижимаем И вот так получается Здесь закруглённо, здесь косичка Вот такие штучки, дрючки В общем, сижу тут, леплю Так, ещё одну Сюда И теперь вот так вот делаем Пальцем растопырку Короче И вот это, видите, какая Ну вот В общем, вот так Тесто собираем по краям Всё, а варить, как и обычные пельмени Сварю, покажу Давайте ещё один залеплю Так Вот я знаю, что тоже как-то делают вареники косичкой Но я всегда вот обычно защипляла и всё Без всяких косичек Для меня поэтому плести вот эту вот косичку Не очень-то и ловко Видите, в конце немножко вылазит Можно пальчиком Запихнуть чуть-чуть Ну вот как-то Вот как-то так Получается Вот Получилось столько штучек Но они крупнее, да? Вы видите пельмени Такие большие Фарш у меня, наверное, полкило точно осталось Короче, на это тесто Вот на этот комочек теста Полкило фарша будет достаточно Всё, теперь я ставлю варить Вода подсоленная закипела Забрасываю Я буду варить не все, а частично А то много будет все Поперемешать Чтобы они не прилипли ко дну Вот так Всё, как закипит Минут 7-10 варить Ну, я думаю, все знаете, как варить пельмени Всё готово Минут 7 покипели у меня Как только всплыли И закипели Убираю Смотрите, тесто очень хорошее Оно не рвется Конечно, если не переваривать Если долго, любое тесто разварится Немножко остывают Вот что сделаю Сливочное масло растопила Добавлю паприку сладкую Немножко размешаю И маслом сливочным Полью пельмени И сделаю соус Три дольки чеснока Пропустила через пресс И сметаны Столько, сколько нужно Одну-две ложки Хорошо размешаю Попробую, если нужно Чуть-чуть соли И зелёный лук Или укроп свежий Что есть Вот такой соус будет Поливаем маслом Можно сверху посыпать перцем Либо лучком Одно блюдо Можно так Можно так Самую большую возьмём И разрежем Вот так Макаем в соус И наслаждаемся Такими вкусняшками Так что Если пожелаете Приготовить Именно вот Заплести косичкой Попробуйте Ну это как Обычные пельмени Но я думаю Для первого раза Нормально получилось Плетение косички Желаю самого доброго И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok